МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша здымечная бригада побывала у одной из господарок района. У нас дожди проходили, и урожай, конечно, выдался на славу. Но я считаю, что не только погода нам помогла в этом. У нас выдерживается вся технология по возделыванию зерновых культур, по внесению минеральных удобрений, по обработке почвы, по защите, по химзащите растений. Главное – работа людей. У нас очень хороший механизаторский состав в хозяйстве, 32 механизатора, новая техника. Механизатор Александр Марфушкин упершинюся за руль комбайна 6 годов тому. У гэтую уборочную уже стал лидером, намолотивший разом с помощником коля 700 тонн сбожа. Гэта лепши выник у господарцы. А в сокрытии своего поспеху Александр каже степло и просто. Ну как, мы старались, молотили зерно, подготовили технику свою. Сами готовили, сами сели, сами убираем. После обеда, який гарачим привозят у поля, механизаторы выращают знову проверить зерни. Перш на густ за тем специальным прибором – вымиральником вильгатти. У гэты распакашчики у норме, а значыць – час заводить комбайны. Руслан Пролясковский, Олеся Рудзянкова, Валерий Гапанько. Теляды у компании «Гомель» с Добружского района. У «Гомеля» стартовал сезон проведения школьных кермашоу. Две постоянно дейючие пляцоки по продажу товаров школьного ассортименту. Разместились и яны для центрального рынка и гандлевого дома «Рэшицки». Працовать будут по 10 вересня. Проведение перед початком научального года кермашоу проветания школы на «Гомельшине» стало доброй традицией. На их организации гандлю готовые забеспечить покупников самым широким ассортиментом школьных товаров. Тут можно знайсти пеналы, ручки, алоу, кишитки и инши необходные для навышального процессу канцелярской приналежности. А так само заплечники, обуток, спортивную вопротку и костюмы делового стылю. Минимальная экипировка школьников молодших классов селит аскладе крыхл больше за 2 миллиона белорусских рублев. Старшоклассников – парадку двух с половой. У особных организаций гандлю для школьников продугледжены скидки по мере 5-10%. В целом школьные кермаши у насильництва нашей краины користаются великой популярностью. Бояны дозволяются набыть усе необходные товары одразу у одним местом. Я пришла ребенка собирать в школу, потому что мы уезжаем в санаторий. Поэтому я очень довольна этой ярмаркой. Я уже третий год на этой ярмарке. Очень довольна. Мы приобрели здесь и блузочку очень красивую. И такие товары, дневники, как канцелярские товары. Мы рюкзак приобрели сегодня, очень хороший, и остались довольны ценой. Новый сезон экспедиции распочали выхованцы Гомельского областного эколога-биологичного центра «Дети и молодцы». На этот раз местом доследования молодых экологов стал Калинковицкий район. Разом с ними у Вандруку отправилась и наша сдымочная бригада. Маршрут экспедиции юные экологи распроцвали загадя. Первой кропкой стал районный эколога-биологичный центр. Гомельские доследчики познайомлися с его выхованцами, доведалися про головные накерунки деятельности установы, оценили внешний выгляд территории, побывали у музея природы и навыд посебравали с насильниками мясового живого кутка. Наш центр, ребята, функционирует с 1978 года. В нем работают 14 педагогов, и его посещают около 700 ребят города. Далей группа эколога унакировалась и у вёску Юровича Калинковицкого района. Доследчики пройшли стежками першобытного человека и наведали мясовый музей истории. После экскурсии по мясовых славутостях молодых эколога учакало головное задание – доследование заказника Стрельски. Рельеф заказника представляет собой холмистую оливиальную террасу, которая местами осложнена дюнами. И вот мы сейчас на краю этой террасы, терраса спускается вниз прямо к озеру Литвин, которая находится сам в сердце заказника. Подчас вандровки по лесных стежках экологи не раз сустракали довольно редкие виды живёла у птушек и рослин. Утемлик у водных насильников в озеро Литвин. Немало было сярод их и представников «Червоной книги». Челин плавающий или орех водяной. Растет в озерах и медленно в текущих реках. Разрастается до 5 метров в длину. Благодаря своему плоду, который похож на голову быка, он прославился в Китае как минимум уже 3000 лет. Его варят и используют как лёгкую закуску. Вертающийся заказника, цикавные экологи не смогли проехать мимо крынички и на свой густ поспробовали живую воду. А так само провели необходимые вымярения с ёй. И это далёко не все пункты маршрута заимальной экологичной экспедиции. Подробязную версию глядите уже худко на канале «Беларусь1» у телепроекте «Экошкол». Катерина Жданович, Сергей Климович, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня на телеканале «Беларусь2» у 18.25 у эфир выйдет шарговый выпуск программы «Земля наша». Размова по идее обходе уборочных работ на палетках в области, перших комбайнерах-тысячниках и планах на урожай 2015. Так само глядачы доведуются об истории и развитии на сучасном этапе шебневого завода «Глушкевича». Поназирают заходом на ведение парадку на земли в населенных пунктах Лельчицкого района. А так само змогуть здействовать виртуальные подорожжа по маляунишых местах гэтагадзивного Палесского региона. Убачить, які отпадшинок пропанують у мясцовых агроэкосядзибах. До того ж, у Вазе Телеглядашоу масштабное святкование купальня. Глядите программу «Земля наша» сёння у эфиры телеканала «Беларусь2» у 18.25. Сёння у Гомеле подводят выники двухдённого чемпионату по вратовальным шматборье. Удельниками спаборництва устали супрацовники асвода с 15 районов области. Свои навыки и профессийное майстерство вратовальники демонстровали у некольких элементах программы. Першим выпробованием стал заплыв удельника вольным стылем на 100 метров с переодоленем пирошкот. У наступным элементе вратовальникам необходно было продемонстровать свою меткость, яны спаборничали у падачи вратовального круга. У гэтых элементах вызначались пероможцы у особистым заліку. Сёння шатбыліся самая ведовішная спаборництва программы, дзе уже удельничала уся команда. Гэта выход вратовального катера по трывозе с пошуком манекена. Дадзенный чемпионат проходить уже не перший год. Як означают организаторы, гэта вельми добрая тренировка. Тому, што уже завтра вратовальники вернуться до виконання своих профессийных обовязков. Треба означать, што за 6 месяцев бягучого года яны уже попередзели больше за 2000 несчастных выпадков. Выратывали на водоемах 19 человек, з яких шатбюра – дети. Компионат Гомельской областной организации «Освод по спасателям многобори» показал, что спасатели «Освод» готовы к выполнению задач по охране жизни людей на водах. Но безопасность людей на воде прежде всего зависит от каждого из нас. От нашего понимания той опасности, которую представляет вода, как стихия. И необходимости строгого соблюдения правил поведения на воде и у водоемах. Сегодня у Палаца Румянцевых и Паскевича у Гомеля почне свою работу персональная выстава вядомой Минской Мастачке Зои Луцевич «Водыр Каханя». Проекта житявляю идею, якая немае аналогов. Звучить визуальный свет и нюхальны у адным творы мастацтва. Кожное полотно с кветковой серии Зои Луцевич гэта эксклюзивные духи, які існуются на жасово як живописный твор і як самая саправдная парфумерия. Агуль навядома, што про зрок мы отрымливаем 80% інформація в навакольным свете. Про слых 16%. На долю пахаў выпадаюся годва. Але калі гаворка іде про свет эмоцій, пачутцію, перажыванню, тут водары выходзіць на першы план. Чалавечай пачутці і эмоцій записаны ў пацвядомаці прадапамозі водару. Спектр каляровы і спектр водару складаюцца па адных і тых же законах. Іх гэтая законы, як ніхто інше, разумеє і адшувае живопісяць і графік, аутар неординарных мастацьких праэктов Зоя Луцевіч. На выставі прадставлена божж за сорок твораў розных жанров і накерункаў, кожна з яких раскрываецца перад глядачом адповідна яго унутрэнаму свету. Цветочная серія, представленная на выставке, являецца також своєобразным творчиским тандэмом. Дзела в том, што спецаанна для этой цветочной серії известный парфюмер с мяравым іменем Олег Выглазов придумал цэлую серію духов, настоящего духов, настоящего парфюма, сатээствуючого аналисованным Зоей Букетом. Інна, прэканцы выпуску абна дворўі. У Беларусі на гэтым тыдня температура крыху нежэй за климатычную норму. У Гомельской в області ближайшого суткі чакаюцца в облачны с праяснэнімі на дворўі. Без апаткаў. Температура паветра ночшу да плюс 14, днём да 24 градусы тепла. На выходных дзённая температура павысіцца да плюс 27. Апаткаў так сама не шакаюцца. На гэтым наш дзённый выпуск завершаны. У студы працавала Святлана Князева. Добрага дня і до сустрэчы у вечернім выпуску.